В Сеновград Бях в Софию Очень большая благословенная церковь Очень мощные проповедники И очень мощные прославители Мы сегодня с Любовь Владимировна даже немножко успели по этой теме говорить Наш Хармисер считает, что цыгане рождаются уже с музыкой И сейчас смятят, что цыганите уже рождат с музыкой И потом мы поехали в Благоевград И потом поехали в Петрич В общей сложности мы... Ну лично я преодолел более 2000 километров 2200 километров и преодолел Поэтому немножко я, конечно, подустал Но я доволен Молились сейчас за детей И я молился о том, чтобы Ну думаю, а за что молиться, Господи? Если помыслить, за какого-то все молим Чтобы наши дети не знали Что такое взять оружие в свои руки Не знали, что значит скрываться в бомбоубежнище Но вы знаете, иногда наши молитвы такие Бывают иллюзорные Но понякога наши молитвы са иллюзорни И я думаю, что мы сейчас живем в такое время И живеем по твое время Когда никто И ни от чего Не застрахован Не может да бъде запазан от нищо Завтра мы с вами можем оказаться точно в такой же ситуации И может утре не да се укажем в такава ситуация И Бог мне направил мое сердце молиться за то И Бог насочил сердцето ми да се молит за то Чтобы наши детки Нашите деца Они знали Господа Да знаят Господ Живого Бога Живия Бог От раннего возраста Насколько это возможно? От раннего возраста Колкото се може порану Вы знаете, я был в Благоевграде Бях был в Благоевград И там на прославление Во время прославления вышел маленький ребенок И по временах валението Излязло малко дете Наверное, кто-то видел у меня на странице Он взял барабан и начал барабанить Мальчику 4-5 лет, не больше И он стучал как профессиональный барабанщик Я тоже предположил, что он родился, скорее всего, с барабаном Я предположил, что если родил такая с барабанитой За что ты такая играл? Ну не хуже того барабанщика, который сидел я, взрослый И вы знаете, что я пережил, сидясь с этим мальчиком маленьким? Мальчик знает, что такое Божие помазание Я пережил, что он в помазание играет И играл он Наверное, что-то около часа Той такая свирил некогда один час Вот такой вот мальчик Потому что он был в помазание За что-то той бил в помазание С такими светящимися глазами С светочни очи С улыбкой на устах С смивкой Вот так вот, без остановки Без спирно И така свирил И для меня это был показатель Ну, значит, можно Можно и на служении просидеть Все служение просидеть, да? Когда есть помазание Когда нет помазания, это скучно Это правда Твоя истина Я бы не хотел быть в такой церкви Где люди собираются, потому что надо собираться Ну, вот надо пойти на служение Трябва да уйти на служение Надо посидеть, послушать Трябва да посидеть, да послушам И потом уйти и забыть И после да заминай, да забравя И продолжать заниматься своей суетой И да продолжавам, да занимавам со своей суета Такие церкви, они никому не нужны Такие вот церкви не станут ни на никого Ни Богу Ни то на Бог Ни человекам Ни то на хората Я хочу сказать, дети вот это прекрасно чувствуют И децата много добре усещат това Ребенка невозможно обмануть Я тоже иногда вот замечаю Что злата выходит танцевать Когда есть сильное присутствие И я забылязваю, что злата Злата излезает до танцевок Угод у него сильное присутствие Не можем да я держим Уже на месте начинает танцевать Тя вечер на место започва до танцевать И Иисус Христос говорит Не запрещайте детям приходить И Иисус Христос скажет Да не забрянялам и на децата да идут при него Дети рвутся Децата искат В то место, где есть Бог Да будут в то место, где есть Бог Потому что они чувствуют святое помазание За что ты усещаешь цвет помазания? Слава Богу, правда. Слава на Бог. В разных городах меня спрашивали про ситуацию на Украине. Я говорил о том, что была у меня встреча, мы в прошлый раз говорили, да? С Натальей Осиповой успел я немножко на эту тему поговорить. В различных городах мы питали за ситуация в Украине и казвах, что говорих со скоротой там. В прошлом воскресенье я проповедовал, за кого воюют ангелы. И миналая седмица проповедовал, за кого воюют ангелы. За что воюют ангелы? За какого? Вокруг кого ополчаются ангелы? Ком кого се ополчават? Что Библия говорит? Какво казва Библията? Ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Его. Ангелы Господни ополчават около този, който се страхувал Бога. И воюют они не за какую-то конкретную территорию. И те воюют не за конкретную территорию. Они воюют за человеческую душу. Те воюют за человеческую душу. И вот когда ребенок знает Бога, и знает, чье имя призывать, он в лучшей позиции находится. То есть на мира в добра позиция. Потому что написано, всякий призвавший имя Господня. За что-то пишет всякий, кое-то призвавшее имя на Господь. Спасется. Что се спаси. И вот Наталья подходила ко мне в прошлое служение. И Наталья минула седмица людей при мене. И я хотел ее сегодня пригласить. Она с города Одесса. И она поделилась очень сильным видением, которое лично меня впечатлило. И я вот по этим городам ездил и рассказывал вот этот случай. Давайте мы поприветствуем Наталью Осипу. Добрый ранок. Мы из Украины. Сейчас это модная очень фраза. Это хорошая фраза. Есть еще одна фраза, которую мы просто не употребляем как верующие. Вы все ее знаете, да? Про русский корабль. Это очень плохая фраза. И у нас много друзей наших христиан, которые сейчас стали уже выставлять в Фейсбуке, в Инстаграм, что хватит этой хулы. Хватит повторять те слова, которые повторяет этот мир. Нужно как можно больше писать... Как можно писать о славе Божьей и о делах Божьих. Как можно допишем за слова-то на Бога. И за дела-то на Бог. Потому что Бог реально продолжает свою работу и очень сильно и много свидетельств продолжает приходить. Я сейчас прочитаю то, что я поделилась с вашим пастырем словом от Господа. Я его прочитаю, чтобы правильно его донести. И параллельно с этим словом у меня была тоже, когда молитва, я видела это видение. Поэтому я понимаю, что это реально от Бога слово. Уважаемые братья служителя, потому что прежде всего было слово касалось служителей, передам слово от Господа. И придавам свободу на Бог. В видении было показано две чаши для молитв перед Господом. В видении доведях две чащи за молитвы пред Господом. Чаша за мир в Украине. И одна чаша за мир в Украине. И она уже переполнена. Человечка исполнена. Весь мир молится с нами. И целья связь молит с нас. То есть за мир Украины молятся как верующие, так и неверующие. Все мы знаем прекрасную поговорку «Як тревога, то да Бога». Но есть еще одна чаша. Покаяние и смирение. И она еще пустая. Бог допустил эту войну не для того, чтобы сократить население Украины, Бог допустил тази война не за сократить население на Украине. И разрушить ее города. И разрушить городов эти. Но для покаяния и смирения. Но за покаяние и смирение. И тут не только народа Украины. Не само за украинский народ. Поэтому просьба. И за това имаме мамуба. Призываем церковь к очищению. Да призывала мы церковь освящению. Отчествованы, освятяваны. Смирению. Смирение. И покаянию. И покаянию. И вскоре наступит мир. И следует това скорость, что наступим мир. И прежде всего, да, вы поняли, это слово касается служителей, то есть нас. И прежде всего, това слово касается служителей. А наша задача донести это слово вот как раз до неверующих людей. И наша задача даспределим твое слово с неверующими хорами. До тех, которые сейчас в этих стесненных обстоятельствах. Все, что с тези хора куются с намерят в тези трудные обстоятельства. Но также и до тех, как пастырь сказал, которые ходят в церковь, потому что ходят. И все, что твое слово даспределим с тези, куются просто ходят на церковь, за что-то треба. И мое было видение параллельно вот с этим вот откровением. И моето видение заедно с това откровение было. Во время молитвы я молилась и видела поток, большой поток людей. То есть, что такое война? Это много погибших людей. По времято на молитвата видях голям поток на хора. Войната е сверзана с много смерт на хората. И люди попадают либо в ад, либо в рай. И хората попадат или в ада, или в рай. Война это когда массово гибнут люди и идут зачастую большинство в ад. Война твай кугату хората много хора пучиват и гулям это час лутях и ути в ад в ада. Потому что они не знают Бога, они не приняли спасение, и естественно у них жизнь закончилась, и у них уже нет на это времени. За что тут они знают Бог, не сопрели спасение, и живот им такая свыршива? Я видела вот этот большой темный поток ну как мы знаем, открытые есть небеса, так было открытый туда, как раз в ад, в гиену, в котлован, то есть в то темное жаркое место тоже открыты ворота. И везет один гулям поток много темен, и как ты видишь имя поток на небесах, и имя все что такой поток в аду, какой-то много темен, огнен. И во время молитвы Бог мне показал не молиться сейчас просто за спасение людей, а молиться за то, чтобы закрылись те ворота, и чтобы остановить этот поток. А закрыть мы как раз сможем свидетельством, молитвой, действительно проповедовать, говорить людям, потому что у нас и у них, у которых мы скажем, еще есть время. И те ворота может затворим, заключим, которые проповедуем, свидетельствами на хорах, которые служим с поделем Евангелия и с другими хорами. Те, которые уже в той очереди, мы им уже не поможем. И те хори, которые попадали в тот же поток, не можем, им помогли. Но наша задача как раз молиться, чтобы вот эта чаша молитвы и покаяния наполнялась и, конечно же, свидетельствовать. Нашим свидетельствам, нашим словам мы будем вырывать людей из слаб дьявола. То есть он-то имеет на них право, но наша задача как раз останавливать вот это все. И в принципе, когда мы так начали молиться, останавливать действия дьявола, останавливать его как раз вот власть забирать людей, то по многим городам затихло. То есть вот это вот начало успокаиваться во многих городах. Когда мы так молим дьявол доням власть и много городов в Украине започено успокоение в Штатах. Поэтому будем молиться за покаяние и свидетельствовать людям. За покаяние и свидетельствовать на хорах. Спасибо. Благодаря. Спасибо. Ну, сегодня у нас проповедует пасторь молодежного служения. Роман прежде, давайте приветствуем Романа.